02.06.2024. Высали я вам все с кема. Сделал уже ряд видео, еще хочу одно сделать на большем канале. Происходит событие, я вам говорил, что это будет, показывал сценарий внутри Украины. Оно, собственно, уже в полной мере начинает подтверждаться, еще более, станет константой. Я вам сказал, что в Украине будет перманентный блэкаут. Сказал, правильно? Никто вам этого не говорил, только Олегович сказал. Смотрите, друзьям рекомендуйте, думайте про это, потому что это ключевая точка. И так сегодня, ну то есть произошли, и говорил, будет 31-30 удары, 29-25. Все так произошло, просто как вот по цепочке. И сегодня были ночью удары, опять там дроны сбили, две ракеты не сбили. И самое главное. Второе число, 10-25 Украинерго. Увага, знак Оклику, аварийные отключения, 2-го червня, 22-24 рік, сегодня, 2-го червня, с 0-9 рангу, это же воскресенье сегодня, да? Та протягом всей добы, протягом всей добы, да? То есть целых суток для промысловых, побутовых, споживачев по всей Украине, пока кроме Волыни, Закарпаття и Львовщины, діють аварийные отключения. Ну и что там, как бы, что-то сохранилось, видно. Причина, причина, причина плохому танцору и ноги мешают, вот и вся причина. Важка ситуация в энергосистеме, внаслідок новой атаки, россиян на объект мережи системы передачи электроэнергии, наслідки, наслідки усуваются. Куда они усуваются? Какие наслідки? Как же можно их усунуть? Усуваются, слышите? Куда они усуваются? Они даже не понимают, что же, значит, он усунул кого-то, да? Взяли и усунул. Ось, скажемо, украинские войска усувают российское войско, да? Усувают, да? Наслідки устраняются вместе с причинами, да? Третий пункт. Энергоживление объектов критичної инфраструктури, которые выполняют функцию життезабеспечения населения, не обмеживаются. Да вы что? Да если у вас нет электричества и тепла, как оно может не обмеживаться? Украинерго подтвердило, да? Ну, с девяти это все понятно. То есть, что мы должны с вами сказать? Надо сказать следующее, что практически идет полное уничтожение этих всех теплоэлектрогенерирующих мощности Украины. Ну и надо говорить, что, в принципе, их уже еще где-то месяц, их уже не останется. Я вам сказал, как это произойдет. Ну, когда не будет электричества и тепла, понятно, что, собственно, вся экономика остановится. Ну, там будут дизельные какие-то генераторы и какие-то еще. Солнечную генерацию и ветряную – это тоже не проблема. Для этого беспилотники есть, они ими уничтожат. Ну и все. И, так сказать, четыре сбоку ваших нет. Понимаете? Нет? Ну, это я не тем, которые при власти стоят. Им это вообще до одного места всем. Для них это не приоритет. Ну, а так для людей, для бизнеса, которые там куркули всякие считают, что они умные. Там вот эти, которые типа такие типографии, там и торговлей занимаются. Центры держат и прочее. Что-то производят. Чтобы вы понимали, вы уже вообще никому не интересны. То есть, Зеленскому, Шмегалю, власти. Вы вообще абсолютно уже не имеете никакого значения. Поскольку принято на высшем руководстве вот этой, как бы, мировой закулисного управления. Ну, что это ж люди не на первом плане стоят. Они же деньгами управляют. Да, то есть, они типа за сценой стоят. Принято решение, что вообще не имеет значения. Будет экономика Украины, не будет. Будут люди работать, не будут. Принято главное генеральное решение. Использовать. И об этом говорит то, что заявил Сикорский. Что они готовы с помощью своих военных инструкторов создавать военные подразделения с мужчин, которые выехали в Польшу, с Украины. То есть, принято это решение, что украинцы хорошее, очень пушечное мясо, качественное. И не имеет значения, чтобы что-то еще работало в Украине. Имеет только одно значение, что мужчины хорошо могут, мужчины, славяне, православные, христиане, росы украинцев, хорошо могут убивать таких же росов, предки которых тоже многие украинцы. Или их родители с Украины переехали в советский период на территорию Арефии. И тоже разговаривают на одном языке, славянском, могучем. Миллиард в мире на нем так или иначе говорит, изъясняется, русском языке. И что они очень хорошо друг друга могут убивать. Но украинцы лучше убивают гоблинов Путина. Потому что у них мотивация получается больше и некуда им деваться. Те хоть могут куда-то там отойти. Все-таки 16% суши территорий. А этим куда идти? Некуда уже идти. Работы уже нет. Значительная часть городов разрушена. Выехать со страны нельзя. Потому что такая свобода и демократия. Зеленский установил на таком высочайшем уровне. Что остается только одно. Быть похищенным военкомами. Забритым и брошенным на передовую. Поэтому там зато деньги платят. В скором времени, где-то еще 2-3, может 4 месяца. И никаких источников получения денег, заработка в Украине легального не останется. Кроме как идти на войну и получать деньги по контракту. Они будут увеличиваться. Возникает вопрос. А как же? Откуда же деньги возьмут? Бюджета нет. Запад будет давать. Будут давать транснациональные инвестиционные фонды. Типа BlackRock и прочих всех. То есть, Морган Чейз или этот банк, который в Гонконге, штаб-квартира его главная была. И там он создавался. Это самый, как он там? H, S, B, C. То есть, там денег немерено. Плюс исламские это деньги. Это огромные исламские деньги, которые поступили, как я полагаю, с моей точки зрения, для оборота. Ну, откуда у BlackRock взялось 15,5 в управлении триллионов долларов. Как это может быть? Ну, как это? Это уже почти ВВП Соединенных Штатов Америки. Такие же фантазии не бывают, правда? Значит, если звезды зажигаются или гаснут, значит, кому-то это что? Выгодно, да? Там, как он, этот товарищ, он же подписал соглашение с Зеленским. Он к нему приезжал, правильно? А деньги откуда у него в управлении? Чьи это деньги? Чьих инвесторов? Посмотрите, это так все просто. Вот это несложно все. Ну, естественно, теперь самое, то есть, уже Украина рассматривается только просто как, как бы это сказать, как соответствующее хранилище или источник, или какое-то место, скажем, где в необходимом сегодня количестве имеется пушечное мясо, хорошо умеющее воевать. Оружие Запад уже сказал, давать будет столько, сколько надо, и столько, сколько, и так долго, как это нужно. Ну, дальше начнут подтягиваться другие, так сказать, выходцы, скажут, а как же так, а кто же будет жить на этих потом территориях? Так вот этих, которые миллионы стоят в очереди на заезд в Соединенные Штаты Америки со стран Карибского бассейна. Там и мексиканцы, и гондурасцы из прекрасной страны Гондурас, и Сальвадор, и Никарагу. Они же все латиносы, да, испаноговорящие христиане. Ну, там типа они этого, ватиканского бряда. Так тут на подхвате Святослав есть. Так что, да, и эти ребята тоже, пока ПЦУ, ПЦ, там друг другу чубы рвут, так и нормально католики приедут, их там заселят на этих землях. И нормально будет, ну и что? Ну, женщины будут для размножения, которые останутся. А мужики, ну и что? Ну, заменят этих мужиков на этих карибских мужиков. Ну, уж как бы в наше время глобализация развита имеет значение. Если дурни такие, биомасса такая живет, я это 30 лет наблюдаю, сколько я своей, и моя семья, и все, мы сколько сил на это потратили. Ну, да кушайте, пока за ушами не затрещит. Кушайте. Вот это нормально. Все же смеялись, хохотали, радовались так 95-му кварталу, правда? Как Зеленский говорил, в чем его миссия в инагурационной речи? Чтобы вы все смеялись, да? Ну, теперь давайте дальше смейтесь. Особенно хорошо на кладбищах смеяться. Вот такая вот история забавная приключилась. Поэтому уже не важно, девальвация, сколько нацбанк денег рисует гривня. Говорит, бери, я себе еще нарисую. Помните свадьбу в Малиновке? Он говорит, о, какой у тебя крест хороший. Золотой это или серебряный, да? Давай сюда его. А я тебе дам этих керенок. Вот и все. Поэтому будет экономика работать. Попадет туда московские ракеты еще в какой-то один центр или какой-то другой центр. Это не имеет значения уже. Или еще дома будут разрушены. Это все уже практически является просто так называемыми потерями оборотных средств. А самое главное – это живая человеческая сила для того, чтобы воевать. И вот в этой модели, да, это просто супермодель. Она не подразумевает никакой экономики, ни частной собственности, ни свобода человека, ни бизнеса, ни какого-то еще процесса. Она подразумевает просто, что всех забрывает Зеленский и его, так сказать, корпорация боевая при поддержке транснациональных корпораций, инвестиционных и западных элит и королевских домов. Всех на фронт. Ну, в этой модели, конечно, Путину капец будет. Это сто процентов, потому что они не смогут выжить. Плюс будут добавляться новые военные подразделения, ну и все. Особенно, если сейчас Зеленский признает Тайвань государством и установит с ними отношения на уровне посольств, ну и с Танванем, и как-то проникнет в гонконгское средовище, там денег вообще немерено, и поддержит их борьбу за освобождение от коммунистического сензепиновско-трядного Китая, Ну, Южную Корею скажет, что Южная Корея должна победить Северную Ким Чен Ыну, ну тогда вообще будет это. Да еще скажет, что Украина поддерживает, чтобы Японии был передан Сахалин и острова Курильской гряды, ну тогда просто деньги польются десятками миллиардов, это будет золотая эра Зеленского и сверхслуг народа. Чьи они будут слуги, это не совсем понятно, но золотая эра у них будет. Ну такой бы я вам сделал сейчас материальчик. Поэтому уже вот это обсуждение инфляции, налогов, девальвации, бизнеса, вот это уже вообще все. Бронирование, это вообще не имеет значения. Имеет значение набрать под оружие, будут давать очень много оружия, новые бригады, и бросать их в мясорубку, вот эту в бойню, которую развязал этот ненормальный КГБ в штате в Кремле. Вот и все. А то, что он глупый, то, что у него нет стратического мышления, ну так это известно. Посмотрите на его рожицу, когда он там только начинал в этом красном костюме, в пиджаке ходил вокруг Собчака, как он там с Собчаком в Финляндии в теннис играет настольный, как они там в спортивном костюме, там они мясо режут, и вам станет сразу все понятно. Не растут смог вы на терновнике, не растут. Какое дерево, такое и плод. От кагибийского змеиного дерева хорошего плода быть не может в данном случае, от чекистов. Вот такой бы я вам материал сделал. Так что давайте, пожинайте то, что вы хотели получить. Конечно, ну что сделаешь такова. Как это сказал один там, теперь их выпускают на арену, новый появился. Говорит, что надо чуть ли не в тису крокодилов запустить, чтобы никто заминировать, запустить крокодилов, чтобы вообще никто с мужчиной, ну как это, такое хорошее, качественное, пушечное мясо, и вдруг хочет убежать с Украины, вместо того, чтобы пойти там и погибнуть, сдохнуть за интересы транснациональных этих инвестиционных корпораций и интересы королевских домов и прочей всей этой бригады. Давайте, будьте разменным материалом, что сделаешь. Такова ваша доля. До новых встреч.